Страшная трагедия на излете Советского Союза, замалчивание правды на фоне угрозы глобальной катастрофы, невидимый враг, с которым невозможно бороться. Сегодня речь пойдет про вспышку ВИЧ в СССР и сериале «Нулевой пациент» от Кинопоиска. Достойный ли это соперник сериала от HBO или очередной проходняк, паразитирующий на ретро-теме? Давайте разбираться. Привет, меня зовут Яна, и я посмотрела все сериалы за вас, поэтому вам не обязательно. Казалось бы, ВИЧ и Чернобыль, что тут может быть общего? Однако сериал от HBO и «Нулевой пациент» рассказывает об одном и том же историческом периоде и затрагивает примерно одинаковые проблемы. Конец 80-х в СССР был богат на разного рода событий. По большей части печальные – техногенные катастрофы, национальные конфликты, стихийные бедствия, масштабные катастрофы на транспорте и массовые протесты. Страну и так знатно лихорадят, а тут еще и политика гласности подоспела. Стали всплывать не только грехи советского прошлого, но и косяки настоящего. Жажда свободы и правды молодого поколения столкнулась с привычкой консервативного руководства заметать следы и скрывать истину. Особенно о тех событиях, которые могут, что называется, раскачивать лодку. Например, вспышка ВИЧ в детской больнице в отдаленной Советской Республике. Строили развитой социализм. Солнечный круг, небо вокруг и так далее. Земля гудит под ногами. Сейчас треснет, разнесет все. В СССР не было не только секса, но и других его неотъемлемых атрибутов. СПИД считался исключительно буржуазной болезнью, и у нас его быть не могло. А тут вдруг дети. Как такое могло произойти? На этот вопрос и пытаются ответить главные герои сериала «Нулевой пациент». В республиканской больнице вылезти, что в Калмыкии молодой педиатр Кирсан Аюшев обнаруживает странные симптомы сразу у нескольких своих пациентов. Параллельно в Москве инфекционист Дмитрий Гончаров исследует ВИЧ в спецлаборатории. Он один из немногих в стране, кто осознает истинную опасность этого вируса. Разумеется, он сталкивается с отрицанием со стороны медицинских чиновников, включая министра здравоохранения. Инициативного педиатра также пытается осадить начальник. Однако Кирсан все-таки отправляет образцы крови в столичную лабораторию, где подтверждаются его худшие опасения. Это действительно ВИЧ. Гончаров быстро понимает, что единственный союзник в этой борьбе – огласка. Он сливает информацию о вирусе знакомому репортеру Игорю Карахану, который печатает статью со звучным заголовком «Спит в СССР». Реакция властей не заставляет ждать. На героев выходит товарищ майор Петр Шипов. Сразу становится понятно, что история будет развиваться по нескольким направлениям, а сериал – миксовать жанры. С одной стороны, это медицинский детектив, загадкой о том, как дети могли заразиться взрослым вирусом. В то же время, это драма об обществе перед лицом неизвестной смертельной болезни, связанной с перспективой массовой истерии. Еще одна важная часть сериала – рассуждение о переломной эпохе, грядущих переменах, новых нравах и о том, какое влияние это все оказало на разные поколения. Задача амбициозная. Но как авторы с ними справляются? Если Чернобыль от HBO был попыткой реконструировать конкретные исторические события, то нулевой пациент обходится с реальной историей довольно-вольно. Это скорее сериал по мотивам тех событий. Часть героев вымышленные, хоть и имеют реальных прототипов. Режиссер Олег Маловичко утверждает, что у проекта не было цели обличить виновных. Важнее то, как страна справилась с подобным вызовом. Какова цена лжи? Этот вопрос был заглавным в Чернобыле. Он же справедлив и для нулевого пациента. Сокрытие информации о вирусе, так же как и о радиации, может обернуться тысячами и миллионами смертей. И что еще хуже, это дает пищу для всевозможных мифов о ВИЧ, которые порождают неприятие и агрессию среди населения. Так что помимо борьбы с системой, герои вынуждены противостоять мракобесию простых людей. Понимаете, что кто-то мог заразиться, им помощь нужна? А по-моему, пусть дохнут. Устроили перестройку ускорения, повылезали. Справляются они с этим по-разному, поскольку и сами персонажи не так просты. Гончаров чистым лицом Никиты Ефремова мог бы стать классическим героем совестливой эпохи. Однако авторы не идут по этому пути. Ученый пристрастен к выпивке и не против полового акта на одну ночь. Да, он сын влиятельного чиновника, но не золотой мальчик, перед которым открыты любые двери, а травмированный службой в Афгане человек, которому эти самые двери приходится периодически прошибать лбом. У нас нет систем тестирования. У нас врачи и персонал игнорируют рекомендации. Продолжай кипятить шприцы, потому что фондов нет. Дорого лечить, умирать дешевле. Я хожу, пытаюсь как-то достучаться. Они спят, они кроссворды разгадывают. Добрый доктор Кирсан тоже нетипичный борец за справедливость, а зрители довольно быстро видят его сомнения и страх перед собственным открытием. К тому же вся история становится для него очень личной. И даже представитель КГБ тут не абсолютное зло. Персонаж Павла Майкова человек явно с двойным дном. Майков тут вообще очень хорош. Так что если вы в последний раз видели его в бригаде, то крайне рекомендую. Будете приятно удивлены. Вопрос только в том, насколько твоя вина имеет отношение к тому, чем я сейчас занимаюсь. То есть вы такой карающий ангел? Нет. Я скорее буйок. Ну и еще один основной герой. Да, тут их как-то действительно много. Репортер в исполнении Евгения Стычкина, который отвечает за донесение правды до людей. Поначалу мне показалось, что Стычкин полный мискаст. Его нетипичный образ не особо попадает в эпоху. Однако актер вполне органично смотрится в кадре. У него получился бунтарь. Настоящий человек нового времени. Кроме того, Стычкин тут выступил как режиссер. Работал в дуэте с Сергеем Трофимовым, который должен был отвечать за визуал и техническую часть. И с этим у проекта все очень в порядке. Эпоха воссоздана с максимальным вниманием к деталям. Еще одна очевидная схожесть с Чернобылем. Правда, в «Пациенте» мир позднего союза более яркий. На атмосферу работает музыка. Создателям удается погрузить зрителей в уютную ностальгию. Один из самых удачных приемов – использование видеохроники московских улиц. Снято все очень стильно, хотя порой кажется, что Москва тут какая-то по-голливудски нарядная. В кадры постоянно влезают сталинские высотки, но впечатление это не портит. Фоном проходят знаковые события тех лет. От конфликта в Нагорном Карабахе до премьеры «Маленькой Веры» – первого советского фильма, где была показана постельная сцена. В сериале, кстати, они тоже есть, но довольно целомудренные. Да и в контексте разговоров про СПИД выглядят они весьма двусмысленно. И пока все спят, вирус распространяется. Он может быть у любого. У тебя. У меня. Ты сейчас убил для меня секс. У женских персонажей в сериале «Нулевой пациент» роль больше сопроводительная. Одной из самых интересных героинь выглядит мать погибшего младенца по имени Геляна, которой одновременно приходится столкнуться с потерей, чувством вины и осуждением со стороны окружающих. Ее сыграла калмыцкая актриса Евгения Маджиева. Говорить о ВИЧ, не касаясь темы запрещенных в Российской Федерации сексуальных ориентаций, было бы сложно. Авторы пациента справляются с этим на удивление хорошо. Тактично и без стереотипов. Да, персонажи все еще второстепенные, но и интересные. Со своими личными драмами и это добавляет важный штрих к картине эпохи. И уж точно гомосексуалов тут не выставляют главными виновниками всех бед. Гостиница только для командировочных. Домой приятеля не пригласишь. Там соседи. Они выползают, как только темно становится. Как вампиры. Здесь, на Трубной, в Эрмитаже, у Большого театра, в музее Ленина в туалетах. Трагедия в Элисте случилась совсем по другим причинам. Чернобыль взорвался из-за лжи и безответственности. В пациенте же игнорирование и отрицание опасности до добра не доводят. Устаревшая система здравоохранения с экономией использования многоразовых инструментов и отсутствия тестов наложилось на банальное человеческое легкомыслие и вранье. Хотели сэкономить на одноразовых шприцах, а получили угрозу заражения банка донорской крови во всей стране. Страх врачебной ошибки тут доведен до предела. Остается вопрос, откуда вообще в детской больнице взялся ВИЧ? Тут мы возвращаемся к линии расследования, которая в сериале решена в духе Шерлока. С детективной доской с булавками, доказательствами и динамичным монтажом. Отдельный плюс, что подобное расследование не имело претендентов. Поэтому четкого плана, как найти нулевого пациента, у героев нет. Одни ищут ответы в пробирке, другие работали в поле, пока число зараженных растет. Параллельно у московских чиновников появляются свои версии происходящего, больше похожие на теории заговора. Допускаю диверсию, ну если спит. Это биологическое или политическое оружие, наше с вами противник. Почему бы нет? Да и листа выбраны не случайно. Что вы имеете в виду? Как мне докладывают, в Калмыкии резко активизировались религиозные и националистические движения. Но учитывая, в какое положение сейчас находится наша страна... В общем, интриги есть где разгуляться. Поэтому немного странно, что медицинский детектив блекнет на фоне других сюжетных линий и многочисленных личных драм-героев. Вообще складывается впечатление, что авторы пытаются связать вместе слишком много составляющих. И не всегда правильно расставляют акценты. В итоге у пациента появляются проблемы с выстраиванием драматизма. То ли монтаж слишком агрессивный, то ли саундтрек слишком мелодраматичный. Но периодически кульминационные моменты застают зрителей врасплох. С другой стороны, реальная история сама по себе настолько захватывающая и шокирующая, что пациенту не составляет особого труда увлечь зрителя. Сериал затрагивает важные и редкие темы. ВИЧ и Секс.Просвет – нечастые гости в российском кино. Так что у проекта помимо художественной ценности есть и важная социальная миссия. Поскольку, будем честны, множество людей до сих пор считает, что с ПИДом можно заразиться через рукопожатие или еще что-то в том же духе. У сериала вообще множество параллелей с сегодняшним днем. Местами он смотрится пугающе злободневно. Да, у сериала не всегда получается оставаться цельным. Некоторые монтажные решения кажутся избыточными. Но, тем не менее, это качественный, продуманный до детали проект с крепкой историей в основе. И сравнение с великим и ужасным Чернобылем он вполне выдерживает. Ну а на этом все. Я пошла искать для вас новый сериал. Субтитры создавал DimaTorzok